Приветствую всех на моем канале. 29 мая в 17 часов ровно на стадионе Лужники в Москве в рамках Кубка России 2022 по футболу в финале встретятся команды Спартака и Динамо. Из последних пяти личных поединков и спартаковцы и динамовцы побеждали дважды, одна игра в ничью. А вот если взять все 34 очные встречи этих команд, то 16 побед у Спартака, 8 побед у Динамо и 10 ничьих. Спартаковцы выбились в плей-офф, в 1-8 финала успешно обыграли Кубань со счетом 6-1. Затем в четвертьфинале еле-еле сумели обыграть ЦСКА 1-0. Ну а в полуфинале им попался не сильный соперник в лице команды Енисей, с которыми они также легко расправились со счетом 3-0. Ну а вообще последние футбольные сезоны для Спартака складываются не лучшим образом. Динамовцы успешно сыграли в групповом турнире заняв первую позицию. В 1-8 финала разгромили Нижний Новгород со счетом 3-0. В четвертьфинале с большими трудностями вырвали победу у Балтики с помощью пенальти. Ну и полуфинальная встреча с Аланией завершилась также в их пользу 3-0. Надо сказать, у динамовцев большая проблема в обороне. И в РПЛ последние пять матчей были провальными. Одна ничья и четыре проигрыша. Как мы видим из всего этого, очень сложно дать какой-то стабильный прогноз в сторону какой-то команды. Шансы у обеих команд практически одинаковы 50 на 50. Даже эксперты с букмекерами затрудняются дать однозначный прогноз на счет фаворита этого матча. Но с очень маленькой долей вероятности на успех и победу в этом матче дают все-таки команде Динамо. Трансляции покажет матч ТВ и сайты букмекерских контор. Пожелаем всем командам удачи и побед. Всего хорошего. До новых встреч.